Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на моем канале о вязании. В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих готовых работах за июль месяц. У меня их всего три, два плечевых изделия и один аксессуар. Давайте начнем с аксессуара. Связалась у меня вот такая сумка из рафии. Вот такое донышко. Я сейчас расскажу, как это все вяжется. Значит, связанная сумочка у меня из рафии от Artland 100 метров 40 грамм. Расход составил 3 маточка пыльная роза и 3 маточка цвет мяты. У меня вот остатки от розового, это все, что осталось, пошли на украшение, на перышко. Покажу. Оно достаточно жесткое, но это от того, что я пропитала его клеем ПВА. То есть я его клеем ПВА пропитала с двух сторон и высушила. Ручки я планировала здесь сделать длинные, как я говорила, но вывезав все изделие, я поняла, что размер достаточно небольшой и длинные ручки будут здесь ни к чему. Поэтому я прикрепила вот такие бамбуковые. И я просто прикрепила с помощью иглы. То есть я пришила просто стежками, вот таким образом. Также пропитала это место клеем ПВА для того, чтобы ручка не гуляла. То есть она, видите, монолитно сидит и она никуда не падает. Если она и отходит, то она отходит вместе с сумочкой. То есть она не двигается. Сумочка достаточно мягкая, но достаточно формы держит хорошо. Дно я вязала точно таким же образом, как и в мастер-классе по моей сумке. То есть у меня есть мастер-класс на сумку и там дно связано столбиками без накида. Точно таким же образом. Я здесь вязала дно и затем я поверх столбиков без накида соединительными столбиками прошлась вот такими цепочками по спирали и тем самым укрепила дно. Оно очень такое стабильное получилось. Ну и плотное. Мне кажется, самое то. До рафии вот как-то жестче я не хотела. Она очень легкая получилась. Вязать рафию вот именно эту мне было сложно. У меня даже в один момент, когда я вот... Я сначала у меня так получилось, я связала дно и отдыхала, искала, думала какой узор дальше. Затем я вязала столбиком без накида. Не понравилось. Вот именно эта рафия мне не понравилась. Как-то все коряво было, некрасиво. Вот. И не спасала ни от паривания, ничего. Я вязала-вязала, мучилась-мучилась. Потом я в одно мгновение все распустила. Вот то, что я отвязала, оставила только дно. Вот. И вспомнила вот про этот узор. Его использую для корзинок. Я этот узор, кстати, показывала в видео о процессах. Там называется процесс и эксперимент с рафией. Вот. Можете сходить, посмотреть. Я показала, как этот узор вязать. Значит, я стала вязать этим узором. И как-то так у меня пошло хорошо. Я быстро-быстро вязала. И вот где-то до этого места довязала. Чувственно, у меня заболели пальцы. То есть, это материал такой достаточно туго-туго вяжется. Я его, может быть, так еще вязала, да. Я крючком три с половиной вязала. И он у меня как-то тяжело шел. Поэтому мне было сложно. И дальше я уже дозировано стала вязать. То есть, два ряда провяжу или один, отдыхаю. Два ряда провяжу, отдыхаю. Потому что как-то пальцы неохота было доводить до состояния какого-то болевого ощущения. Обязала я сумочку просто рачьим шагом. Ну, это так, знаете, этап завершения работы. Мне кажется, так смотрятся лучшие изделия. Вот. Ну, вот что сказать. Я довольна. Я, конечно, можно сказать, побаловалась этой рафией. Ну, вот прям просто хотелось мне повязать рафию. И все. Никакого другого там... Никакой другой цели у меня не было. Только вот просто попробовать этот материал. Я попробовала мне сказать, что понравилось. Нет, не понравилось. Но галочку я себе поставила, что Оля Рафией повязала. Все. Так, по этой сумочке у меня все. Если что вы хотите узнать, спрашивайте, я отвечу. Но мастер-класс я точно на нее делать не буду, потому что это был у меня просто эксперимент. Я сама училась. Я ничего тут, в принципе, вас научить-то и не могу. Потому что я сама здесь все делала методом тыка, можно сказать. Вот. Ну, получилась вот такая вот сумка. Она мне нравится. Она прикольная, да? Она такая вот как плетеная. Такое шуршание. Не знаю, слышно вам? Ну, такое вот как солома. Солома, что ли? Не знаю. Сумок много не бывает. Так, девчонки, продолжим. И мальчишки. Я знаю, тоже у меня есть на канале и мальчишки. Поэтому продолжим. Итак, значит, следующее изделие. Так, задам и вперед. Это джемпер-фисташка. У меня на канале уже есть мастер-класс на этот джемпер. Вот. Давайте посмотрим, как он сидит на мне. И я вам расскажу, кто не видел мастер-класс, из чего он связан и какие-то подробности. Это джемпер связан из пряжи Alize Cotton Baby Soft. Вот такая этикетка. 270 метров в 100 граммах. 50% хлопка, 50% акрила. Спицы я использую номер 4. Полотно у меня очень пластичное получилось. Видите, прям вот оно такое. Я такое и хотела. То есть, мне вот прям хотелось. Номер цвета. Фисташковый. 101. Сливочный. 62. Расход. 2 моточка сливочного. 2 моточка фисташкового. У меня осталось вот два таких вот маленьких кубочка. То есть, сливочного ушло больше. Еще какой момент. По пряже. Мастер-классе же не расскажешь. Нравится, не нравится пряжа. Там нужна ценная информация. Правда же? И я сейчас немножко хочу рассказать про ощущения по этой пряже. Значит, вяжется эта пряжа просто комфортно. Вязать легко. Она прям летит. Связан у меня, кстати, не показал, да, узор поближе. Вот такие вот узоры. Очень простые. Один ряд лицевой. Второй ряд. Три лицевые. Одна изнаночная. Он, кстати, узор очень классно смотрится в шапочках. Значит, пряжа по ощущениям приятная. Вот и к телу. Она такая какая-то бархатистая. Но в то же время в ней присутствует какая-то гладкость. Я вот не знаю, как это два свойства сочетаются. И бархатистость, и гладкость. Но вот есть такое. Причем мне показалось, что сливочный цвет более бархатистый, а эта более гладкая. Один артикул, а по ощущениям пряжа разная. То есть, вот эта более бархатная. Обработка у меня здесь. Платочная вязка. Абсолютно везде. На горловине. На рукавчиках. Ну, рукавчик три четверти, я думаю, и так понятно. Низ изделия. Кстати, вот прониз изделия сейчас немножко остановлюсь. Так как в комментариях я получила вопрос, значит, девушка спросила, зачем я набирала петли на бросовую нить и продолжала вязание. И после вывязывания всего изделия делала обработку. Разве нельзя было просто набрать петли, связать платочной вязкой и продолжить вязание? Я сейчас вам все это поподробнее объясню. Значит, смотрите. Изначально я хотела сделать совсем другую обработку. То есть, я хотела сделать полую резинку, вставить туда резинку и тем самым зафиксировать край. Но после того, как я вывязала изделие, я поняла, что вот эту вот пластичность, легкость и воздушность, я не хочу никакие полые резинки, которые будут двойные и которые будут собирать и стабильно держать мое полотно. Я хочу вот оставить вот эту вот пластичность. Если бы я начала с обработки, у меня вариантов бы не было. Мне пришлось, ну, можно было, конечно, все отрезать и все это переделать. Но зачем? Я сделала себе легко. Я набрала на бросовую нить, вывязала изделие. Я, кстати, про рукав сказала в мастер-классе, что вывязывая рукав, я вывязываю на достаточно большую длину, затем мочу, высушиваю, смотрю, вытянулось или нет. И тогда только приступаю к закрытию или довязываю рукав до конца. Для того, чтобы посмотреть, насколько он вытянулся и сделать себе нужную длину. Так же я и поступила с самим изделием. То есть я его вывязала, закрыла все, намочила. То есть у меня было все сшито, не было только рукавов. Я намочила, высушила и посмотрела, насколько он у меня вытянулся. Я его примерила и поняла, что мне такая длина подходит. И я уже потом обрабатывала край. Если бы он у меня вытянулся сильно, я бы просто-напросто распустила. Да, там было бы смещение, но ничего страшного. Это гораздо проще, чем убирать какую-то начальную обработку. Я сделала обработку и все, все классно. И не надо никаких мучений. Это первое. А второе, я считаю, что если бы я набрала и продолжила платочной вязкой, у меня край бы был более такой, знаете, когда обычным набором набираешь, он такой более стабильный. Можно было какой-нибудь эластичный край набрать или еще что-то. В общем, честно так сказать, по-хорошему, я не хотела заморачиваться. То есть я все сделала гораздо проще. И если вам моя обработка нравится, можете, в принципе, начать с платочной вязки и продолжить уже вязание. Но если вы разделяете мое мнение, а мнение у меня такое, что лучше сделать именно так, то я предлагаю поступать так, как поступила я. Еще, знаете, вот все равно есть такая пряжа, она сразу не вытягивается во время ВТО, а во время носки она почему-то вытягивается. Ну, не почему-то, а из-за своих свойств. И я решила, что лучше пусть будет так. А это пряжа турецкая. Да, я думаю, многие ее знают. Мало ли. Вот я сейчас начну носить это изделие. Оно у меня начнет вытягиваться, да. И будет не на том месте, на котором я его планирую. Вот эта линия, да. Я просто-напросто уберу, распущу несколько рядов и перезакрою. Все. Так деткам очень хорошо вязать. То есть, у вас ребенок, если вырос, вы распускаете край, удлиняете изделие. Ну, если только рисунок, конечно, не позволяет, да. Вот. И продолжаете, вернее, обрабатываете край. Еще вариант, для чего я делаю бросы в нити. У меня масса-масса всяких вариантов пошло. Сделала я бы резинку. Вот резинка. Она бы со временем растянулась некрасиво. Даже если бы я набросы в нити набирала, потом бы связала резинку. Я люблю так делать. Скрываю иглой. И она у меня бы растянулась, да. Полухлопок растягивается. Ну, мало ли. И я бы просто-напросто убрала эту резинку и переделала обработку. Смотрите, сколько масс вариантов, если бы у меня был набран от края набросы в нити. Если бы он у меня был просто связан платочной вязкой и продолжила бы я вязать, то у меня вариантов бы уже этих не было. Поэтому я вот таким образом очень часто делаю. Вы это, наверное, заметили, да, в моих мастер-классах. Кто смотрит, конечно, мастер-классы, что я очень часто набираю все свои изделия. Начало, да, изделия на бросовую нить. Вот. Наболтала, наболталась. Ну, вот, наболела, наверное. Потому что спрашивали так прям. Ух! Зачем вы это сделали? Так нельзя было, наверное, делать. Ладно. Значит, я не сказала. Может, кто-то не видел мастер-классы. Здесь прямая пройма. То есть, просто прямая пройма. Я, кстати, в мастер-классе очень подробно там показала про подрез, да. Как сделать, чтобы не было дырочек. Здесь есть скос плеча. Все в мастер-классе есть. Там укороченные ряды. Все обязательно я там... Вернее, все я там показала. Все рассказала. Все провязала вместе с вами. Обработку. Все-все-все. Вот. Изделием я очень довольна. Не знаю, как оно будет носиться. Пока я им довольна. Вот если бы у меня спросили, Оля, будешь вязать второй раз? Что бы поменяла? Ничего бы не поменяла. И если я так отвечаю, значит изделием я действительно довольна. Вот. Вот такой джемпер у меня получился. Если вы хотите заиметь такой же в своем гардеробе, приглашаю вас посмотреть мой мастер-класс. Ссылочку на этот мастер-класс я оставлю под видео. А мы с вами давайте продолжим. Так. И давайте вот приступим к обзору на это изделие. Помните, если я вязала ток такой маленький, таким вот ажуром. И вот во что это превратилось. Вот такое вот оверсайз изделие. И давайте посмотрим, как это оверсайз изделие сидит на мне. Надеюсь, вам понравилось, как это изделие сидит на мне. Мне оно очень нравится. Оно такое классное получилось. Такое, знаете, воздушное, нежное, в то же время спортивное. Ну, я так и хотела. Я немножко так хотела в спортшип уйти. То есть такой, знаете, ажур, да, с элементами спортивности. То есть это вот кулиски, вот эти вот завязки, полосочки. Ну, то есть вот что-то такое. Спортивная ажурная футболка, если можно так сказать, да. Вот. Про мастер-класс, да. Значит, сразу давайте расскажу про мастер-класс. Потом расскажу, из чего связаны и какие-то детали. Значит, мастер-класс я буду делать обзорный. То есть я буду рассказывать именно в плане обзора. Мне кажется, не каждый новичок отважится вязать вот такие вот изделия, да. И я решила, что мастер-класс будет именно обзорный. Но для новичков, для тех, кто все-таки хочет попробовать связать что-то подобное, я в этом мастер-классе расскажу, как упростить выкройку. Может быть, даже как поменять пряжу для того, чтобы было изделие подобное этому. То есть вот я, скорее всего, хочу включить этот мастер-класс. Ну, это как получится. Это я только планирую, да. Но обзорный мастер-класс я точно буду делать по нему. То есть как я в что вязала, в какой последовательности, сколько петель набирала, на что отталкивалась, когда набирала количество петель. В общем, все-все-все, что у меня есть по этому изделию, я вам в этом обзорном мастер-классе выдам. Вот. Давайте теперь расскажу, из чего это связано. Я думаю, многие эту пряжу помнят. Я уже показывала. Клеопатра от СИА. В 50 граммах 180 метров. 100% мерсеризованный хлопок. Номер цвета не знаю, какой именно здесь. Здесь 1201-02. Две циферки. Так. Значит, что еще по изделию. Изделие сшивное. То есть оно полностью сшивается. Вяжется отдельно спинка, отдельно перед. И потом сшивается. Очень классный узор. Смотрите, вот на шве. Я вам сейчас покажу. Вот это вот у меня получается, начинается шов. И вы видите, он стыкуется абсолютно идентично основному узору. То есть у меня получается половинка была с одной стороны, половинка на спинке и на переде. И получается, когда сшиваешь боковой шов, он получается вот так. То есть его практически не видно. Низ изделия я обрабатывала. Ну, как вам сказать. Значит, у меня, во-первых, все набросываю нить опять. Да, я набирала и вязала. Сняла брос в нить. Вывязала лицевую гладь на 4 сантиметра, по-моему. Сейчас точно не скажу. В мастер-классе все уточню. И затем с помощью иглы просто через край вот так зафиксировала. Абсолютно просто. Без каких-то, без китлевки. Ну, если есть желание, можно покитлевать. У меня желания уже не было, потому что я уже устала. Честно вам скажу от этого изделия. У меня, ну, сколько получается? Я уже получается полтора месяца, да. Вот именно этот ажур. Все вяжу, вяжу. Что-то он у меня постоянно перед глазами. Я уже устала. И я уже быстрее и быстрее. Поэтому мне уже, честно говоря, было неохота китлевать. Но я и не пожалела, что я не прикидлевала. Здесь достаточно плоский получается шов. Его не видно. То есть, все замечательно получилось. Спинку, кстати, не показала. Вот такая вот спинка. Вот. Я изделием опять довольна. Вот как хотите. Я довольна. Мне нравится. Не знаю, как вам, как вы оцените это изделие. Вдохновит оно вас на что-то или нет. Я довольна. Оно получилось таким, каким я хотела. Да, вот эта пряжа, видно, отблагодарила меня. За то, что я ее не бросила. Я все-таки что-то из нее создала. Вот. Вот такое вот изделие. Так что ожидайте, если кому хочется что-то подобное связать. Ожидайте. Я постараюсь в ближайшее время обязательно сделать вам обзорный мастер-класс. У меня на этом все. Все готовые работы я вам показала, все рассказала. Ну, по крайней мере, все, что вспомнила. Значит, хочу вас поблагодарить за добрые, теплые слова, которые вы пишете в мой адрес. Они вот реально заряжают такой положительной энергией. Им не хочется работать, двигаться, создавать что-то новое и интересное. Надеюсь, мое видео также вас заряжает положительными эмоциями и положительной энергией. И вдохновляет на создание новых работ. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.